Почему Аллах наказывает за грехи, если Он Сам написал судьбы всех людей? Мы затронули самый сложный и непонятный вопрос для людей. И люди часто приводят аяты Корана и хадисы Пророка, саллиллаху али ивасалям, для оправдания своих грехов, говоря, «Я сделал это так, как предписано было Аллахом». Так говорят из-за отсутствия знания. Они вырывают контексты из Корана и толкуют их, как им угодно. Что касается людей других конфессий, они пошли еще дальше, оправдывают заблудших, приводя в свою правоту в кавычках, также аяты Корана. Мы постараемся с помощью Аллаха дать ответ этим людям, которые цитируют по своему умозаключению. Они приводят следующие аяты Корана. Смысл. Кого Аллах наставляет на прямой путь, тот идет им. А кого Аллах вводит в заблуждение, те становятся потерпевшими убыток. Сура 7, аят 178. «Если бы Аллах пожелал, то они не приобщали бы сотоварищей». Сура 6, аят 107. «Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле». Сура 10, аят 99. «Аллах сотворил вас и то, что вы делаете». Сура 37, аят 96. В дополнение к этому мы предлагаем отрывок из фильма. Человек сам не имеет выбора. Все, что происходит, происходит по воле Аллаха. Вера и неверие в человеке заложены Аллахом. Аллах дарует силу человеку, и все, что на этой земле, сотворено Аллахом. Он – всемогущий Творец, может сделать правильное неправильным, а неправильное правильным. Совершение действия не зависит от человека, и у человека нет возможности изменить предопределение. Это тонкость, которую нужно знать, но… Уши! У меня есть вопрос. У меня еще не было ребенка на уроках. Хорошо. Я отвечу на вопрос. Сейчас он что-нибудь натворит. Аллах может сделать все, что захочет? Да. Даже может изменить все, что есть? День сделать ночью? Конечно. Конечно. Что за вопрос? Детский вопрос. Уважаемый шейх, сколько будет дважды два? Это все знают. Но я же сказал, это детский вопрос. Будет четыре. Если Аллах захочет, может быть пять? Да. А может сделать мусульманина неверующим, а неверующего мусульманином? Без сомнения, может. Если все в его руках, и у вас нет выбора, и все покорные и непокорные в его руках, тогда почему вы здесь собрались? Все, что вы говорите о поклонении и трудностях, напрасно. Разве не лучше, если эти люди пойдут домой и все оставят на Аллах? Плохому Аллах не обучает. Какой нечестивец обучил тебя этим словам? У меня же нет выбора. Сам Аллах обучил. Не случайно мы показали фрагменты из фильма, так как сегодня имамы обязаны правильно ответить на эти важные вопросы, чтобы не оказались как герой из этого фильма. Аллах никому не приписывал неверие. Человек сам выбирает неверие. Аллах дает человеку свободу выбора и отсрочку. Аллах знает заранее, и поэтому своему всезнанию были записаны поступки человека. А сам поступок человек совершает по собственному выбору, и он будет отвечать перед Аллахом за то, какой выбор он совершил. Вера в предопределение – это глубокая убежденность в том, что все, что происходит в этом мире, вселенной, все, что совершается человеком или животным, хорошее и плохое, все происходит по воле Аллаха. Следует понимать, что Аллах не лишил человека свободы выбора. Напротив, он дал ему разум для развлечения добра от зла. Посылал людям пророков и книги Писания, дабы научить их добру. Никто не имеет права, совершив плохое действие, оправдываться тем, что все уже давно предопределено Господом. Никто не знает предопределений Аллаха. Он не принуждает человека к плохому, и любой имеет право отказаться от греха. Мусульманин, верующий в предопределение, должен с пониманием относиться к неудачам, веруя, что во всем есть смысл. Ведь это дано Аллахом. Верующий мусульманин не будет браться за то, что ему не посильно совершить. Он будет уповать на предопределение Господа. Это поможет обрести человеку душевное спокойствие, вера в абсолютное знание Аллаха во всем, что есть и чего нет. Стоит отметить, что вера в предопределение не должна приводить к пассивности. Мусульманин должен усердно действовать для достижения результатов, а не сидеть, сложа руки и ждать, что совершится божественная воля. Верующий мусульманин будет изо всех сил стараться честным и благим путем добиться успеха, достичь поставленной цели, ибо он верит, что Аллах поможет ему. Мы не знаем о своем предопределении. Поэтому нужно стараться всегда быть праведным и не тратить время, не совершать греха и стараться как можно больше делать благих дел. Самый же большой грех – это нежелание познать своего Господа. О, Мухаммад! Если бы Аллах пожелал обратить многобожников в веру, то они не приобщали бы сотоварищей к Нему. Всевышний разъяснил, что они не поклоняются вымышленным богам вопреки Его божественной воле. Если бы Аллаху было известно, что они отдадут предпочтение правой вере, то Он непременно наставил бы их на прямой путь. Однако Ему было известно, что они отдадут предпочтение многобожие, и поэтому Он не стал удерживать их от поклонения вымышленным богам. Ты не являешься смотрителем над ними. На Тебя не возложена обязанность запоминать их деяния, и Ты не будешь нести ответственность за их преступления. Мы не давали Тебе таких поручений, и они не назначали Тебя своим поручителем, чтобы Ты распоряжался их делами и заботился о соблюдении их интересов. Из общего смысла этого аята следует, что если бы Аллах пожелал, чтобы многобожники поклонялись Ему одному, то Он принудил бы их к этому благодаря своему могуществу и своей власти. Однако Ему было угодно, чтобы они сами сделали свой выбор. Что же касается пророка Мухаммада, то Ему не было поручено наблюдать за многобожниками, исчислять их деяния и устраивать их дела. Если бы Всевышний Аллах пожелал, то собрал бы всех людей на прямом пути. Он поступает в соответствии со своим знанием и божественной мудростью. И если Он наставляет людей на прямой путь, то оказывает им милость. Если же Он лишает их верного руководства, то поступает с ними справедливо. Все, что все, абсолютно все во власти Аллаха, это и есть одно из величайших качеств Господа, так как неспособность контролировать свои творения указывает на немощность, а Господь не может быть немощным. Все, что делает Аллах, делает по своей мудрости и справедливости, и Он по своей мудрости дает право выбора, а по своему всезнанию Он знает, кто какой выбор сделает, и каждому облегчает то, что тот выбрал. Но в то же время Он по своей милости всегда держит дверь покаяния открытой, и как только человек раскаивается, Он принимает раскаяние и наставляет на прямой путь. Тогда у некоторых возникает вопрос, почему Аллах не внушает рабу на покаяние, а по Его желании вводит людей в заблуждение, как сказано в аяте «Аллах, кого пожелает, ведет прямым путем, кого пожелает, ведет в заблуждение». Если мы посмотрим на человека и на его деяния, каждому ясно, что человек делает, что пожелает. Никого, никто и ничто не заставляет идти в мечеть или в церковь, или в пивную, и так далее. Ни у кого в голове не раздаются приказы идти именно в мечеть и только в мечеть, и никуда больше. Ни у кого не привязаны к рукам и ногам нитки, и никто за эти нитки не дергает, ведя человека в мечеть или в церковь, или в пивнушку. Человек сам выбирает, и я думаю, с этим будет спорить только тот, кто совершенно невежественен, или клуб. Если же рассмотреть то или иное конкретное дело человека, тут непременно должны быть выполнены два условия. Первое – желание, то есть воля. И второе – возможность, то есть мощь и сила. Если же человек не может или не хочет что-либо делать, он это действие не совершает. Если же человек совершает что-либо по принуждению, или он не может что-либо совершить из-за немощности, за это Бог его не будет, спрашивают. Бог призовет человека к ответу только за те дела, которые он совершил сам, по возможности, по своей мощи, силе и по своему желанию. Далее, если вернуться к тому, что Бог – создатель всего без исключения, совершенно понятно, что и человек к этому не исключение, и его воля не исключение, и его возможность не исключение. Вывод из этого только один – Бог создал человека и создал в нем силу и волю, и дал ему право выбора. А так как и человек, и его силы, и его воля созданы Богом, то и все его дела созданы Богом. И это никак не противоречит тому, что у человека есть право выбора. Это и есть истинное всезнание, мудрость, творение Бога. А иначе получается, что Бог не создатель или создатель не всего сущего. А если так и есть, то такой Бог недостоин почитания и поклонения. Всевышний упомянул о второй категории людей, о верующих, которые внимают проповедям и увешиваниям. Аллах сообщил Своему посланнику, что Его проповеди и добрые советы приносят пользу только тем людям, которые следуют за пониманием, то есть стремятся найти истину и страшаться милостивого Аллаха. Искренне стремление найти истину и страх перед Всевышним Аллаха. Именно эти два качества помогают верующим извлечь полезные уроки из пророческих проповедей и очиститься благодаря Божественному учению. О послании! Узнай людей, обладающих этими двумя качествами, и сообщи им радостную весть о прощении и щедром вознаграждении. Им будут прощены грехи, и они получат великую награду за свои добрые намерения и прекрасные деяния. Тавсир Ас-Саади, сура 36, аят 11. Всевышний создал для своих рабов условия самим принимать решения и даровал им достаточно сил для этого. Передают, что Али, да почтит его Аллах, сказал. «Однажды, когда мы присутствовали на похоронах на кладбище Бак-И, к нам подошел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сел. А мы уселись вокруг него. Он опустил голову и стал разгребать своей палкой землю, а через некоторое время сказал. «Нет среди вас ни одной живой души, за которой Аллах не записал ее место в раю или в аду, и которая уже не записана как злосчастная или счастливая». Один человек спросил, «О посланник Аллаха, так не положится ли нам на то, что уже предопределено, и не отказаться ли от дел?» В ответ на это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. «Тот, кто принадлежит к числу счастливых, будет заниматься делами счастливых, а тот, кто принадлежит к числу злосчастных, будет заниматься делами злосчастных. Делайте то, что вам велено, и каждому из вас будет облегчено». А потом пророк прочитал следующие аяты. «Что касается того, кто отдавал и был богобоязненным, и признавал наилучшее, то мы облегчим ему путь к легчайшему. А тому, кто скупился и думал, что обойдется, и считал ложью наилучшее, мы облегчим путь к чекчайшему. Это значит «делайте то, что вам предписано шариатом, и отстраняйтесь от всего запретного». Здесь имеется в виду тот, кто выполнял веления Аллаха, касающиеся выплаты закята и помощи неимущим, то есть верил в истинность слов свидетельства исполнения веры, и в то, что он получит воздаяние, обещанное Аллахом тем, кто верил в это и совершал благие дела. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Абсолютное знание Аллаха обо всем, что существует и чего не существует. Этим знанием Аллах обладает вечно. Могущество Аллаха абсолютно, и Он создал творения, которые совершают деяния вместе с их деяниями. А это означает, что Бог знает наперед все сценарии, все имеет великий смысл и глубочайшую мудрость. Предопределение основано на всезнании Творца. Если человек стремится к вере мыслями и действиями, то Всевышний ответит ему на это, предоставляя возможности и озаряя его душу светом веры. Нередко человек, вкладываясь и тратясь на достижение чего-то, может не получить ожидаемого результата, но где-то может получить и многократно больше того, на что рассчитывал. И это в очередной раз указывает на власть Творца, который определяет для творений своих то, что заслужено ими, и наиболее полезно для них. Данное понятие переводят на русский язык обычно как предопределение, что не раскрывает его смыслового значения. Поэтому многие мусульмане, да и не мусульмане, понимают это как «все предопределено, от нашей воли ничего не зависит». Вместо того, чтобы делать все, что в их силах и в ожидании результата полагаться на Всевышнего, люди живут, полагаясь на овось, и плывут по течению жизни, не стараясь бороться за правильность курса. Результат подобной логики – отставание в культурной, социальной и научной сфере на десятилетия. Многие давно сошлись с дистанции в состязании, в борьбе за интеллектуальное первенство. Но всегда ли понимание данного постулата было таковым? Вот что по этому поводу пишет наш современник, богослов Рамадан Аль-Буты. Мусульмане сегодня – это множество людей, которые рассеяны по миру, как листья деревьев осенью. Но их многочисленность малополезна, так как с этими людьми ассоциируются сегодня такие негативные качества, как пассивность, инертность, вялость, бездеятельность. Арабский мир стал бездонным поглотителем всех видов пустяковой и безвкусной продукции Запада. Один из татарских богословов прошлого в комментарии к хадису «Прибежи своего верблюда, а потом уже полагайся на Всевышнего» говорил «Праведные халифы и сподвижники пророка в поте лица своего преодолевали жизненные трудности, крепко-накрепко держась за причины. А ведь они лучше других понимали и практиковали умение полагаться на Творца и уповать на Его милость». Немало людей, которые, прикрываясь словом Священного Писания, уходят от социальной активности, не понимают, что каждый человек должен делать все, что в его силах, чтобы совершенствоваться в ремесле, участвовать в развитии общества. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний и приветствует, говорил «Делайте свое дело». Каждому Аллах дает легкость в том деле, для которого сотворил его. Нет необходимости организовывать поиски в предначертанном счастье или несчастье. Когда человек постоянно социально активен и обязателен пред Творцом в религиозной практике, тогда необходимый успех и благополучие будут идти к нему навстречу. Он увидит то, ради чего он сотворен. Мы не являемся безвольными марионетками. Мы – наилучшие творения Создатели, люди, которые в судный день будут спрошены о стремлениях, желаниях и своих поступках. Человеку дано право выбора, за который он и будет отвечать в судный день перед Творцом. В Коране есть повествование, раскрывающее одну из граней как этой жизни, так и судного дня, когда человек, увидев свои прегрешения и ужаснувшись ожидающим его наказанием, воскликнет «Это все сатана!» «Это он заставил меня забыть о заповедях Творца и совершать грехи! «Это не я, сатана, которого ожидает ад!» Уже со времен сотворения праотца человечества Адама воскликнет «Что ты?» «Я боюсь Аллаха, Господа миров! Я лишь показал тебе, что можно сделать, а желал и совершал, ты это самостоятельно!» Беды, несчастья, болезни изначально известны Творцу. Они постигают нас с Его позволения, но мы являемся прямыми причинами и непосредственным поводом для появления их на нашем жизненном пути. В Священном Коране сказано «Плохое, постигающее тебя, о человек, от тебя же самого!» Если бы Аллах сразу наказывал людей за их прегрешение, то ничего живого на земле не осталось бы. Однако же откладывает он все до определенного срока. С учетом своего всезнания и изначальной полной осведомленности Творец утвердил то, что пожелал, с учетом намерений и дел, устреблений и выбора, мужества и стойкости, которые даны каждому из людей. Довольство Господом, полное подчинение Ему и вверение Ему всех своих дел. Сущность довольства Аллахом, полного подчинения Ему, Таслим, и вверение Ему всех своих дел, Тафис. Знай, что довольство заключается в отсутствии у тебя всякого недовольства предопределением Аллаха, несмотря на степень тяжести, постигшей тебя беды. Знай, что непременной обязанностью раба является довольство из происходящего по предопределению Аллаха только тем, чем рабу велено довольствоваться. Ибо не всем, что происходит по предопределению Всевышнего, можно довольствоваться, например, совершенным грехом. Довольство – это выведение из сердца всякого недовольства с целью оставить в нем только радость и полную удовлетворенность. То есть это спокойствие сердца в отношении решений Всевышнего согласия с тем, чем доволен Аллах, и с тем, что Он избрал для своего раба. Признаком такого довольства является уверенность в том, что до того, как совершится предопределение Аллаха, у человека отсутствует какое-либо право выбора, а также не возникает недовольства после свершения предопределения. И еще один признак – проявление любви к Аллаху при любых невзгодах. Воистину, чувство сладости и веры достигнет лишь тот, кто будет доволен Аллахом, как Господом. Этой сладости не почувствует тот, в чьем сердце есть хоть какое-либо место для любви к мирскому. Довольство подразделяется на два вида. Довольство самим Всевышним, как устанавливающим лучший порядок во всем, и довольство всеми Его решениями. Так, довольствующийся Всевышним Аллахом не возражает против Его предопределений. А тот, кто уверен в том, что Господь действительно выбирает для своего раба только самое лучшее, искренне желает лишь этого Его выбора. Довольство – это радость сердца по отношению ко всему происходящему согласно предопределению Аллаха. Именно поэтому за довольство всеми решениями Всевышнего Аллаха человеку достаивается великой награды. Передано, что в судный день глашатый Всевышнего воззовет «Где чистые, избранные из моих рабов?» Тогда ангелы спросят «Кто они, твои избранные рабы?» Всевышний ответит «Это те рабы, которые довольствовались моими дарами и были довольны моим предопределением». Пророк мир ему сказал «Всевышний Аллах обратился к пророку Муси, мир ему. Ты не приблизишься ко мне посредством чего-либо более любимого для меня, нежели довольство моим предопределением». Имама Вольхасан Аш-Шазали завещала «Убегай от своего выбора к выбору Всевышнего Аллаха. Поистине, тот, кто выбрал для себя что-либо, не знает, получит он это или нет. Если и получит, то не знает, останется оно у него или нет. А если и останется до конца его жизни, то не знает, есть ли для него в этом благо или нет. Поэтому благо лишь в том, что избрал для тебя Аллах». Сподвижник Умар Иван Аль-Хаттаб написал Абу-Муси Аль-Ашари «Все благо кроется в довольстве предопределением Аллаха. Если сможешь проявить довольство в этом, то это и есть самое лучшее. А если нет, то прояви смирение». Довольство решениями Аллаха – это результат хорошего мнения о Всевышнем. Поэтому Ибн Машиш говорил «Не сомневайся в чем бы то ни было из решений Всевышнего. Придерживайся доброго мнения о нем во всем, ни в чем не отдавая предпочтение своему выбору перед выбором Аллаха». Ученые богословы отметили, что довольство предопределением Аллаха – это благо, то есть хорошее деяние, при наличии которого дурных деяния не смогут навредить. Они также выделяют два вида зла, при наличии которых даже от большого количества благих деяний будет очень мало пользы. Недовольство предопределениями Аллаха и притеснение рабов Всевышнего. Существует четыре самых достойных деяния. Любовь к Всевышнему Аллаху, довольство предопределением Аллаха, отрешенность сердца от мирского, зухт и упование во всем на Аллаха. Поистине, тот, кто доволен предопределением Всевышнего Аллаха, живет с большой радостью и спокойствием в сердце. А тот, кто сам выбирает и планирует все по-своему, будет жить беспокойной и досадной жизнью. Имам Аш-Шарани отмечал, «С нас взяли обещание, чтобы мы при виде человека, находящегося в трудном, стесненном положении, не спешили называть его несчастным. Ибо в таком поведении есть дух противостояния Всевышнему Аллаху. Напротив, нам необходимо просить Аллаха для Него облегчения, прощения и снисхождения. Довольство всеми предопределениями Аллаха и полная покорность Ему, Таслим, есть высшая степень проявления рабства перед Господом и поклонения Ему, Ибада. Именно в этих качествах, покорности и в верении Своих дел только Всевышнему, заключено совершенство Ислама. Поистине, обладатель качества покорности, даже если на Него, как на Сатану, пойдет проклятие Аллаха, все равно будет доволен таким предопределением Всевышнего, равно как своей верой, иманом и Исламом в целом. Поэтому тот, кто искренне поклоняется, всегда остается доволен решением и предопределением Аллаха, а не своими поступками. Так, если человек оказался в какой-то неприятной ситуации, и это вызывает у него определенное беспокойство, то в этом случае он является рабом своего навса. А если же для него нет разницы, в какой из ситуаций он оказался, приятный или неприятный, то он будет настоящим рабом своего Господа. Это и есть корень и основа каждого дела. Поэтому тебе, о, вступивший на путь Аллаха, следует постоянно быть рабом Господа, подобно тому, как Всевышний и Пречистый Аллах всегда остается твоим Господом. Как же прекрасно об этом написано в следующем двустишии. Порицания, похвала, ты их различаешь, так себя язычникам ты уподобляешь. Знаете, что самое скверное проявление неучтивости со стороны раба, это настойчиво просить что-либо у Всевышнего. Ведь когда Творец исполняет такую мольбу, то зачастую у раба возникает мольба, многочисленные трудности, которые приносят много беспокойства и тревоги. И тогда раб просит Господа уже об избавлении от дарованного. А вот если бы человек вообще ничего не просил, проявляя при этом свою стыдливость перед Всевышним Аллахом, тогда Господь, обеспечив своему рабу благой исход, наделил бы его гораздо большим, нежели мог ожидать этот раб. Поэтому предпочтительнее не настаивать в своих просьбах, обращенных к Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах сказал, что одним из признаков его довольства своим рабом является довольство раба своим Господом. Всевышний Аллах также сказал смысл. «Аллах доволен ими, и они довольны им». Сура Аль-Баина, аят восьмой. Один ученик сказал своему наставнику, «Когда нахожу свое сердце довольным Всевышним Аллахом, я знаю, что Аллах доволен мной». Тогда наставник сказал ему, «Как же ты хорошо поступаешь, о сынок». Всевышний Аллах ниспослал откровение пророку Муси, мир ему. «О сын Имрана, поистине мое довольство кроется в твоем довольстве моим предопределением». Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»